кто-то мне рассказывал в комментарии писал о том что по идее там где лавочки там где костер и так далее должны собираться люди и каким-то бокам не видно как эти вот люди уходят работать вот такого сообщения то есть комментарий был такой вот в предыдущей серии мне немножечко показался странным такой комментарий зная что у нас каждую я не знаю там серию мы видим как они тут собираются у этого костра да или что-то муть открутят уходят отсюда работать и так далее кто-то там общается вот как эти вот двое да кто чем-то другим занимается кто-то просто смотрит на свой дом как он красиво как бы смотрится при солнечном утреннем свете потому что что у нас сейчас 7 часов 59 и первый день зимы да друзья мои всем привет с вами кентавр это игра мисс сурвайвл миссер миди вал дайность мы с вами продолжаем и идем работать дальше потому что наша деревушка или наше поселение как оно у нас называется погоди сейчас секундочку у нас тут как бы название другое уже наверно или или нет нет поселок поселок я надеюсь что каким-то боком мы с вами все же дойдем до названия но я не знаю там городок поселок городского типа я очень надеюсь кстати говоря большое спасибо что написали в комментарии насчет того что хмель хорошо что посадил хмель перед тем как построить таверну потому что мы в этой серии построим с вами таверну вроде бы как уже можно ее строить давайте глянем да таверна мы уже можем строить у нас есть уже все очки короче для того чтобы это все сделать а хмель нужно было поставить то есть посадить раньше для того чтобы он вырос так как из этого хмеля делается вроде бы как пиво которые Будут хлебать, короче, наши Молодые, ну, парни Короче, которые работают здесь Я не знаю, там мучаются Вот как этот чувак, да, работает, что-то там Мутит, крутит и, ну, короче На благо общества, скажем Все, начинаем, друзья Что у нас была за проблема в прошлой серии В прошлой серии я не понял, почему Здесь нифига не работает Эмм Так, я понял, работника нет Потому что я вроде бы как поставил здесь Добычу всего, так, муки и так далее Чтобы это все крутилось, вертелось И наша мельница, ты куда? Ты кто? Ты Готард Ты туда идешь? Нет, он не туда идет И наша мельница почему-то не работала Хоть я вроде в прошлой серии Назначу человека, который назначил вроде бы Да, который типа якобы должен был Крутить это все дело Давайте посмотрим Ты занят? Да, я знаю, мне холодно Я знаю, сейчас мы оденемся А куда пошел Готард? Такое ощущение, что Чет как-то он Не туда пошел И че ты туда-сюда гуляешь? Я не понял Секундочку, давайте кое-что мы изглянем Посмотрим на управление Глянем, что у нас за люди здесь работают Земледелец Раз, два, три, четыре Четыре человека Готард Нет, Улрика Улрики, короче Настроение, скажем так Себе, давайте, значит Настроение Улрики поднимем Надеюсь, это получится у нас Берем, короче, в руки Улрику Вот так вот Амбарчик удаляем Берем опять же амбарчик, даем ей возможность Не-не-не, не у этого работать А в ветряной мельнице Пусть работает там Все, вот так вот Мельник Улрика будет мельником У нее сейчас 29% Она вообще кто? Эта? Или это та? Да, я вижу, вижу, вижу Сейчас она идет, короче, на мельницу И посмотрим С 29% Если у нее поднимется Параметр И она будет Более-менее Ну, не-не-не, не знаю Довольнее И еще нюанс Я вижу, что мой этот персонаж Прям жестко Прям мерзнет Это и совсем нехорошо Блин Как же руки не доходят До этого заборчика Нужно все-таки Этот заборчик Замутить Ой, а где мои все Принутки? Я не понял Гризель, да Почему так медленно? Почему так медленно Этот Маш Наш Маш Маленький, короче Вообще маленький, короче Растет И что-то он как-то Вообще не растет Давайте посмотрим Где мой сынишка Ой Зигфрид и Аларик У нас родились Новые Походу два парня Зигфрид и Аларик Три даже, да И Ото Ото это мой Ему один годик Вроде бы как, да Если не ошибаюсь В два года Он уже будет как бы Ходить, бегать И всех напрягать Там тут это Вот, короче Ну, уже жить своей жизнью Скажем, да Пока что он Ну, с матерью Так что так оно И должно быть Наконец-то Наконец-то Наша мельница Заработала Да так заработала Что прям будет Радовать наш глаз Каждый раз Когда мы туда Смотреть с вами будем Шикарно Да Она и так работала Только если я сам Как бы что-то там Крутил-вертел Да А мне нужно было Чтобы она работала Всегда Вот так вот Че я хочу Я хочу себя одеть Потому что мой персонаж Сейчас мерзнет Да, видишь Вот сейчас все Как бы никого здесь нет Все идут Пошли работать Это мой предыдущий Дом Я, наверное Возьму все Что здесь у нас валяется Это все мое На самом деле Хотя Да пусть здесь стоят Короче Я просто оденусь И все Лук почему-то 4% имеет Но мне нужны сейчас Зимние вещи Это меховая накидка Это меховой капюшон Это меховые сапоги И Погоди Где мои штаны Секундочку Давайте мы оденем его Потому что все-таки Зима 5 от жары 5 от холода Да А здесь Значит холод Плюс 15 Короче Штаны с завязками Ага Иди тоже сюда И рубаха Росимир У меня тут рубаха тоже есть Да Это простая льняная рубаха 5 и 10 от холода А это у нас имеет Ааа Нет Это мне не нравится Все Значит В таком случае Мы его Одеваем Вот так вот Одень Вот так Одень Одень Что такое Меховая накидка Меховой капюшон Ааа Только выбрать можно что ли Блин Это бредово По идее Мне кажется Накидка И капюшон Очень странно А что больше дает Защит от холода 25 Капюшон дает И Да Вот это Вот капюшон Все-таки лучше Пусть будет в этом В капюшоне Короче Обувь Росимира Где мои сапоги Я сапоги взял Да Сапоги взял Вроде бы как оделся Да Вроде бы я сейчас Мерзать не должен Очень странно У меня есть капюшон Как бы но шляпа По прежнему одета Это как понимать А может будет так вот Нет Вообще никак Хорошо Да и хрестовая Пусть будет шляпой Тоже от холода Как бы что-то держит И штаны Отлично Штаны Росимира Все остальное Мы скидываем сюда Потому что это нам сейчас Как бы Вообще Не нужно Значит Меховая накидка Я не пойму Почему оно И одно с другим Как бы не это Не стыкуется Скидываем сюда Скидываем сюда Штаны скидываем Все Все Я одет И чувствую себя Как бы Вроде бы Неплохо Че вас смотрите В смысле Че я мерзну Сейчас звездочка С левой стороны Пропадет Нет Вот Отлично Не звездочка Этот Вы поняли Так Торгуют Торгуют И все нормально Единственная проблема Я как понимаю У нас не должно быть Сейчас Этого Удобрения Если я не ошибаюсь Удобрения у нас были проблемы Сегодня Я вроде бы как смотрел Давайте посмотрим Если здесь у нас удобрения есть И Корм у нас Нормально Мех Мука Мука У нас 1529 уже Серьезно Не понял Секундочку Навоз Тысяча Ох ты Навоз Нифига себе Вот это вот Я понимаю Навоз Вот это вот Свиньи наши Все дают Блин Ё-моё Погоди Такс Мне нужен чувак Который здесь Будет делать Всегда удобрения Сколько их Четыре по идее Было Да Это вот эта штука Делает так много Муки Или это я Как бы Замутил муку Ну-ка Кое-что проверим Как это вообще Смотрится Во-первых Да никак Я думаю Она что-то Крутить будет Она не крутит Нифига Да Она нифига Не крутит Сколько здесь Вообще Показано Сколько Будет сделано Да нет Вроде бы 14 штук Будет В день Тут Ну короче Всего будет 15 16 17 Половиной Короче Муки Это походу Я сделал Так много Муки Да Хорошо В таком Случа Мне Мне Ну тут Как бы Раз Два Человека И так Далее Короче Раз Два Три Четыре Четыре Человека По-прежнему На В этой Как его В амбаре Работать Серьезно А ну-ка Давайте Гляну Профессия Так Земледелец Раз Два Три Три Земледельца Земледельца И Чмельник У нас Эта Улрика Не поднимается Пока что Стат ее А где У нас Четвертый Который Якобы Там же Стоит Не нашел Так Как тебя зовут Задар Симовит Готард Задар Симовит Готард Давайте посмотрим Задар Готард Задар Это я понял А Симовит Ты чем занимаешься? Да я понял Я понял В амбаре Просто работает в амбаре Да? Окей Ты просто в амбаре Ага Я понял А эти двое Это были просто Земледельца Понятно Раз у вас тут Проблемы я вижу А что у тебя За задание Потому что Мне нужно Чтоб кто-то Как бы Занимался Нет материалов Каких-нибудь У меня нет материалов Удобрения Вот здесь есть удобрения Есть навоз Значит пусть делает По идее Как бы он делает Удобрения Вот смотри Есть на 40% Да? Он и корм делает И это все делает И в таком случае Мы вот это вот уберем Потому что У нас этого Гнили мало Пусть будет гниль Короче Есть на 10% А вот это все остальное Скинем на удобрения Из навоза Это было мало Конечно Это само собой было мало Сейчас у нас будет 24 Удобрения в день А я думал Что у нас нет человека Который этим занимается А то у них Когда ты заходишь В это управление Написано Что типа У них нет Этого Смотри Вот сам смотри Предмет Нет удобрения Как такое вообще Что может быть Когда у нас человек Стоит каждый день И делает эти удобрения Ну Должно сработать Так уж и быть Я им сейчас делать удобрения Не буду Так Смотрим здесь Что у нас тут Здесь у нас рож Поле Блин А это у нас растет Да? Ай-яй-яй На это мы потратились То есть потратили удобрения И так далее Хоть это поле Небольшое Я могу Пожертвовать Этим полем Я же хотел Как бы сделать Таверну здесь Именно здесь И не в другом месте Тут у нас тоже рож Растет Здесь у нас пшеница Рож пшеница Да? И там они просто Подготавливают Почву для Скорее всего Морковки Да Морковка Потому что Вроде бы как зима А зимой растет У нас только То есть сажается Только морковь Сеется Хм Окей Большое поле Морковки будет Хорошо Не проблема Сегодня мы еще С вами построим И таверну И построю Я даже не знаю Ждать сезон Чтобы это все выросло Или не ждать Блин Я не думал Что как бы у нас Так быстро таверна Прокачается Какого она размера? Там нужны эти бревна Скорее всего Да? Бревна Десять штук Давайте возьмем Десять бревен Посмотрим Какого она размера Чего-то ради интереса И кстати Хотел бы сказать Что сегодня мы с вами Еще купим Одну лошадку Потому что Моей лошади Скучно У всех этих У гусей У курей У этих Короче Козлят И так далее У них у всех Есть пары А у лошади Моей Блин Нет пары Вообще Это Это есть Неправильно Так смотри Опля Нифигася Она не маленькая Она не маленькая Таверночка Ну понятно Что она сейчас Красненькая Потому что У нас Поле Такс Надо подумать Надо подумать Как у нас Она вообще Будет стоять Почему здесь Есть приложение Было приложение Кто-то сказал Типа Ну один человек Чисто один человек Писал о том Что почему ты Таверну сюда не поставишь Во-первых Смотри сюда Внимательно Она здоровущая Прям Она очень Прям она Огромная Понимаешь Она огромная Ей нужно место А в тесноте Здесь ее ставить Вообще Это вообще не вариант Это нужно Полностью убрать Это здание Кухню убрать И так далее Плюс этих убрать Не-не-не Мы такими Извращенными делами Заниматься Не будем И я уже Не один раз говорил Что таверна У нас Находиться Будет именно здесь Единственный вопрос Сейчас стоит Поставить ее Вот так Хотя так Мне не нравится Все Вопрос значит Никак не стоит Мы ее поставим Вот таким вот образом И Здесь у нас будет Даже Я не знаю Маленький дворик Да Блин жаль Мы рожь как бы Тут Немножечко Попортим Ну ничего У нас есть одно Одно поле с рожью Рожь нам нужна Для чего? Рожаное зерно Для Корма Да нормально Хватит нам этого всего Все короче Берем молоток Где мы молоток? Уничтожить Тадынс Все Чистое поле Главное сейчас Ничего другого Как бы не уничтожить Это будет очень печально Если мы сейчас Что-то другое сломаем Сохраняюсь Отлично Друзья мои Я сохранился И Настал Короче Момент Момент Истины Таверна Таверна Сейчас Загоночку Как далеко могу Ага Ага Так сейчас Гляну как я ее Хочу вообще увидеть Каким боком Я хочу ее увидеть Сейчас А что мешает Там сзади Так Вроде поставил Да Сейчас смотрим Как это смотрится Это очень важный момент Знаете почему? Потому что Таверна Строится Блин Это последнее здание Если не ошибаюсь Которое Тебе Возможно То есть наоборот Это последнее здание Которое Доступно тебе В этой игре Вроде бы Как последнее здание Да Потому что Она очень много Очков прокачки Требовала И И поэтому Важно Сделать так Чтобы это было Все красиво Место смотри Есть А там было поле Вот почему Ну ничего Поле пусть стоит Маленькое поле У нас будет тут Тут еще место От дороги Еще есть Я думал Как бы здесь Мы в дорогу Уперлись А мы нет Мы уперлись В это поле Блин Ну неплохо Вообще неплохо Совсем Короче неплохо Мы здесь сделаем Еще заборчик Такой Люди сюда Вечером Будут заходить Здесь у нас будет Дворик такой маленький Стулья там Табуреточки И так далее Поставим обязательно И из чего Она у нас делается Бревна здесь Бревна там Короче везде бревна На крыше ставятся Нифига себе 12 досок Окей И еще момент Такой интересный Она вообще У это вот Обновляется Или нет То есть можно Ей сделать апгрейд Как мы делаем Обычно Амбару Допустим там Хранилищу И так далее Давайте кое-что глянем Так сюда Сюда И ну Один как бы Тип производительного здания Работающие здесь Обеспечивают Различные напитки Обеспечат Различные напитки Внутри Находится Находится Пресс для сока Винная бочка И пивоварня Вот для этого Нам нужен будет Хмель Который там у нас растет Может быть Его будет даже мало Так прикольно Так прикольно Короче поставил Будет здесь Все таки Как я уже говорил Но давайте Сейчас пока что Я напрягусь И Блин Ну я начну Как бы Доделывать что ли Потому что Надо Да Зима не зима Но Все же Люди хотят И зимой даже Бухнуть Да Так Осталось Совсем мало И Раз И Два Построена Да верно Вот такая вот Красавица у нас Единственная проблема Это то что у нас Нет человека Который будет Якобы Здесь Торговать Смотрите Какой у нас Столик Какая связочка Ёшкин Матрюшкин Не просто Как бы Столешница Там пару Этих бревен Которые якобы Создавали бы Нашу Эту Какие Барную стойку Да А вот так вот сделали Так здесь у нас Есть еще даже Сундук Который имеет 300 килограмм Вместимости Ну Якобы Когда дождь Там туда-сюда И можно Здесь Немножечко Как бы Присесть Я могу Даже этим Воспользоваться Смотрите Вот так вот Да Раньше этого У нас Не было Возможно А сейчас У нас Все это Возможно Потому что Игра Все таки В релизе И Разработчики Стараются И Что еще Тут у нас Есть Пивоварня Смотри Винная бочка Пресс Для сока То есть Это не просто Как мы Смотрели в разных Этих городах Ну или в поселках Которые у нас Там по кругу Есть Мы видели Что у них Есть такая же Штука А это На самом деле Даже Можно Этим Воспользоваться Ты прикинь Сколько же У нас Всякая хрень Здесь открывается Ягодный сок Ягодный сок Так Яблочный сок Вишневый сок Грушевый Этот Как его Сок Ё-моё Смотри Здесь у нас Что такое Яблочный сидр Вино Сидр Сливочная Ягодная Ягода Короче Вы поняли И пивоварня Что здесь можно сделать Овсяный Эль Овсяное Пиво Ржаное Пиво И пшеничное Пиво И медовуха Короче Потому что У нас С деньгами Проблем Вроде бы Как Нет У нас тут 700 монет И Да Это Это 700 Монет А у нас Где-то Еще Там В этом На складе Смотри На них Они Прям Сюда Придут На складе У нас Денег Еще Больше Значит Я могу себе позволить Открыть Этот Эль Купить Да Здесь Тоже В принципе Могу Не могу Схема Не разблокирована Я понял Значит Когда мы Разблокируем Нам нужны Деньги Прям с собой Смотрите Вот так Вот так Вот Тут есть Свечечка Тут у нас Как бы Они горят Освещение Делают И люди Здесь У нас Отдыхают Вопрос Нужно ли им Создавать Всем Одежду Зимнюю Или Нифига Не надо Ха Нормально Сейчас у нас Все забито будет Смотри Сейчас там Два человека Еще придет И все И на этом Все Вот так Вот быстро Все это дело И работает Но нам Нужен этот Бармен Блин Ёлки-палки Плюс к этому Нам нужно Сделать Там Это Фпс Просаживается Когда мы Возле этих Фонарей Короче Проходим 41 фпс Давай возьмем Денег Короче И Нужно найти Себе человека Который Опля 22 тысячи Блин Работает Работает Смотри Мы взяли Взяли С собой 12 тысяч Монет Вот эти чуваки Которые здесь Торгуют Все таки Зарабатывают Денег Немало Там примерно По 2-3 тысячи В день Вроде бы Как не делают И что я хотел Я хотел открыть Все эти рецепты Давай Покупаем Покупаем Все рецепты У нас открыты Потому что Мы можем себе Это позволить Здесь то же самое Купить 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 Полностью Все открываем Именно для этого Мы с вами И работали Скажем так Вот так Отлично Все Открыли Полностью Все К сожалению У меня сейчас Допустим Чтобы сделать Смотри Яблочный Сидор Мне нужно Яблочный сок Нужен А яблочный сок Скорее всего Делается Здесь Яблочный сок Конечно же Это винная Бутылочка Винная бутылка Везде нужны Винные бутылки И само собой Фрукты Да Здесь Нужно Просто Сок Который Делается Здесь И В пивоварне Мы Нуждаемся Пивная Бутылка Короче Пора создавать Винные бутылки Пивные бутылки И Ведро с водой У нас не проблема Овсяное Зерно Смотри Так Ааа Овсяное зерно Нужно И хмель Ржаное Короче Ржаное Это Как его Зерно Пойдет не только На корм А и на Ржаное Пиво Зерно Пшеницы Пшеничное Пиво И медовуха Медовые Ааа Мед Ё-моё Мы же Можем Якобы Мед еще Мутить Да Это круто А где вообще Это делается Погоди-ка В животных Вот Ты Посмотри-ка Пасека Пасека Будем заниматься Будем пасекой Заниматься Смотри У нас сейчас ночь Что наши люди Замутили И успели сделать За день Мне кажется Очень мало Это само собой Здесь ничего не сделать Потому что это растет Потихонечку Ааа Здесь Ну прям вообще Ни о чем Да Посеяли Там туда и сюда Но это все Очень мало Так как Так как у нас Не было Эмм Этого Удобрения не было Да И здесь То же самое Короче Вообще Плохо Очень Очень плохо Так Морковка Второе поле Мне кажется Морковкой Засаживать Не нужно Если не ошибаюсь Мне оно как бы Не надо Вообще Морковка Как долго Она растет Ну-ка Эти сюда Растет То есть Если зимой Сеять То летом Аж Будет свободно Поле Да Аж летом Прикинь Не нужно Нам здесь Морковка Тут Морковка Нужна А здесь Морковка Нам не нужна Это поле Будет ждать Следующего сезона Потому что Весной У нас Сажать Сажать Можно Все Все Подряд Могу ли я Это у нас Последнее поле Да Да Это последнее поле Могу ли я Здесь сюда Зайти Сейчас Секундочку И Поле номер 5 Запретить Каким-то боком Чтобы они Это поле Не трогали Ай Моя Так Погоди Здесь у нас Что вообще Это что такое Очистить Очистить Главное Чтобы не было Морковка Самое главное Чтобы не было Морковка И мы сюда Поставим Да Пусть будет Ржаное Не овсяное Не ржаное Пусть будет Ржаное Рож Вот так Есть Контакт Отлично Они будут Знать Что здесь у нас Как бы Рож Должно Как бы Сажаться Или сеяться Поэтому Трогать Это не будут Надеюсь Что это так Работает Это у нас Последнее поле Да Пятое поле Отлично Потому что Одного поля Морковки Мне кажется Нам хватит Так Что мы делаем Мы делаем Во первых Так как у нас Давай посмотрим Как люди отдыхают Пойдем поспим Обязательно И замутим Здесь вокруг Этого всего Этого добра Да Замутим С вами Заборчик Вот так И человек нужен Какой человек нужен Для всего этого Секундочку Есть ли здесь Какие то показатели Указатели Имя 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 Работники Два работника Можно поставить Смотри Работника нет Без назначения Понятно Мы здесь можем делать Всякую Короче Хрень Нет Я понял Здесь у нас ничего И здесь у нас ничего Работающие здесь Обеспечат различные напитки Внутри находится Пресс для сока Тип производственного здания Если это Производственное здание Нам значит Нужен человек Который имеет Ремесло Если не ошибаюсь Да Ремесло У нас есть Маленький Такой Недочет Пару человек Который якобы Сейчас Называет себя Мать Матерями Это у нас Роберта Алиса Которая на кухне Работала И Гризельда Но Гризельда У нас была И раньше Вроде бы как Вот Есть вот такая Роберта И Алиса С кухни Она ушла А вот Роберта Где она работала Хрен его Знает И это И это значит На каком-то Предприятии Скажем У нас Не хватает Одного человека Надо найти Где Откуда она вышла С работы Потому что Очень тупо Сделано Разработчиками Вот она Допустим Мать Допустим Как здесь Мать Да А что Предыдущее место Работы Оно было Как бы Сельское хозяйство Я понял Что она Походу Работала В сельском Хозяйстве Или в добыче Потому что Может быть Я ее все-таки В добычу Поставил Так Давай то же самое На Алису Посмотрим Ну в Алисе Понятно Что ремесло И опять же Ремесло У нас Как бы Понятие такое Очень растяжимое Потому что Ремесло у нас И там и там Везде Ремесло Как бы Но она работала На кухне Это я знаю точно Опять же Здесь ячейка пустая И ничего не написано Это очень глупо Тупо И немножечко Нехорошо У нас сейчас Имеются 30 человек Вроде бы Даже почти 40 37 человек Работников Из которых Только 30 Если все мои Женские Женские Женщины Короче Выйдут В материнство То это у нас Будет половина Вы же все знаете Что в доме Живут по одному мужику И по одной женщине Если все выйдут Как бы В этот Как его Ой Короче В отпуск По беременности То То у меня Половина Из этих людей У меня вообще Работать не будет А прикинь У тебя 100 человек Допустим Да 100 человек Населения И как ты будешь Помнить Все эти вот 50 человек 50 женщин Которые выходят Как бы В отпуск Как ты будешь Помнить Где они работали Это очень Неправильно Совсем неправильно Сейчас Самым главным Я считаю Что мы должны Сейчас пойти поспать А у меня еще В планах Само собой Если времени На это будет У нас В планах Есть Купить В этом Вот местечке Лошади Продаются Аж В жопе мира В дорнице Вот здесь Вот Я хочу Купить лошадь Так как Ну блин Как без лошади У меня она есть Но мне нужна Пара Как бы Да И я смотрю Что у меня Факела Блин Нет Ну-ка Секундочку Могу ли я Сейчас Создать Факела Нет Не могу Создать Ну значит Придется Поспать Так Поспим Давай вот так Вот так Отлично До следующего дня Что было Все хорошо Видно Смотрелось Все Неплохо Гризельда Ты где работала Я помню Ты где работала Ты же моя жена Блин Ты работала Рыболовом Вот кем Работала Гризельда Так Деревья растут Потихонечку Мне кто-то писал Что ты еще Деревья не посадил Чувак У тебя с глазами Все нормально К врачу тебе Не нужно Как бы К этому К окулиску Я не знаю Как можно не увидеть Деревья Здесь Ну у тебя этот Накидка Как бы Зимняя Поэтому Че ты кашляешь А каким-то боком Можно их Одеть Ну Хрен с вами Не буду их одевать Ты прикинь Если у тебя 100 человек Одеть Каждого Вручную Я не знаю Я не думаю Что они прям Автоматически одеваются Так что мы делаем Мы рисуем забор Мы рисуем заборчик Так Сохранился На всякий пожарный И Начинаются Ворота Заборы Вот тебе заборчик Ну есть конечно же Каменные Нафига мне каменные Сейчас мне каменные Заборчики не нужны Смотрим Что Ты откуда Из побега Погреба вышла Что ли Такс Ага Ага Вижу И вижу Я понял Я понял Как у меня будет Нарисован Забор Забор там Забор тут Забор тут Забор там Короче Ты понял да Как у меня забор будет А вот такой вот забор будет Вот такой вот заборчик будет Немножечко расстояние Все таки мы тут Оставим Вот так вот От этого поля Работать здесь придется Я не знаю Очень очень много Долго И ресурсов на это потратится Ну прям куча Уйма И так далее Вот так вот Заборчик пойдет да Нормально Прям в упор к этому К дороге мы его не поставим Да Пусть будет немножко Такое расстояние Более менее И Поехали И стыковочку с этими заборами Разработчика можно же Блин Ёлки-палки Стыковать каким-то боком Чтобы было все красивее Удобнее Ну Я не думаю что это проблема Но это нужно решить Потому что По-любому Должно быть Должно быть Какой-то метод Чтобы это стыковать Так Куда я хочу ставить ворота Ставим ворота Мне кажется Прямо Вот перед этими Перед лестницей Ну перед рампой Короче вверх Я думаю так будет удобнее Удобнее и приличнее Значит Вот примерно до сюда упадет Заборчик Вот так Заборчик Теперь Мне кажется нужно поставить ворота Вот такие вот Хотя какие ворота Блин Никакие ворота здесь не будет Это просто заборчик Никакие ворота Не-не Воротом ставить не будем Просто такое вот А оставим промежуток Такой интересненький Да Чтобы люди как бы сюда заходили Чтобы они чувствовали себя хорошо Ага Ага Я понял А че мешает? Мешает дорога Понятно Понятно Примерно вот так Че ты пить хочешь? Кушать хочешь? Блин Это меня сейчас немножечко Мне не нравится Нам придется здесь Смотри что нам придется Сделать Нам придется взять молоток Вот это Вот это Сделать Вот тут как бы сделать И сейчас все будет чики-пики Короче Смотри внимательно Что мы делаем Сейчас убери Да убери ты молоток Нет Лук тоже убери Не пугай людей Ворота Не ворота А этот Заборчик Я говорил Что где-то отсюда Он пойдет Он пойдет Ну примерно Короче Примерно Примерно Вот так вот И Поставить нужно Это очень важно Как бы да Понимаешь Это очень важно Куда пойдет Забор В какую сторону Скорее всего Вот так вот И отсюда Ну опять же Без стыковки Без монтова Короче Но Пройдет склеить Как-нибудь А здесь уже Параллельно К этому дому Должно быть Все это вот дело Плюс-минус Параллельненько Вот Отлично Проходить короче Сюда можно Туда можно Везде можно И все у нас Круто Обалденно И Ну и Неплохо так да Здесь мы тоже Закрыли Там мы Ну Нормально Пойдет И вот Это вот дело Мы Сейчас вот туда Вот куда-нибудь Без этого камня В принципе Камень мне сейчас Не нужен Да Камень пусть Остается снаружи Вроде бы Вот Сейчас Сейчас Тут что-то мешает Короче жестко Прям мешает Прям Тут прям Конкретно Жестко мешает Вот так вот Блин Это хреново Что это мешает Да А это прям Конкретно мешает Да Че забор Прям никак не ставится Через Вот такие вот вещи Или нужно было Снаружи Но это слишком близко К дороге Очень близко К дороге Мне так не нравится Блин Это есть Малость Нехорошо А могу ли я их убрать Эти вот камни Что у меня есть У меня есть кирка какая-то С собой Топор Туда-сюда Нет Я их сейчас уберу Сейчас кирку найду Каменная кирка Блин Охренеть У меня уже там Металлические эти вот Ресурсы должны быть В принципе Поэтому Нужно еще Металлические инструменты Делать Блин Здоровенная такая территория Будет Территория для бухла А вот так вот Будет называться Надо еще название Какое-то придумать Так Че мы делаем Мы делаем вот так вот Мы берем Кирочку Кто видит кирочку Вот она кирочка На Пусть будет третий слот И Стараемся Это все выбить Можно По крайней мере Этот камень Можно Фига себе Кирка Как много Стамина Убирает Да я знаю Что я истощен Я знаю Я в курсе Ага То есть Камень сам по себе Не убирается Вообще Мы ресурс С него взяли Но не больше Да Не хочет Окей Давай я попью Если вдруг Нужны камушки Они собираются Зимой Их видно Прям за километр Так давай Вот так вот Отлично И работаем Дальше Так Что мы делаем Там у нас Свечки горят Ну придет Закрывать Каким-то Блин я хочу Сюда обходить Тут опять Ко мне Это все Не построится Придется Как есть Придется Вот таким Вот образом Я это хочу Вот так вот Закрыть По возможности Вот Примерно Погоди Мне нужна Параллельно Чтобы было Все Красиво Далеко Пошел Очень далеко Пошел Вот так вот Не знаю Для чего Но пусть будет Отлично Ну Сколько вы здесь Этих Отсек Видите 44 Отсека Это жесть Давай Сири Спросим Эй Сири 12 12 14 528 528 Этих Как его Палочек Я надеюсь Они у меня есть Вроде бы Как В прошлой серии Там было Чуток Больше Тысячи Веточек Нормально Они есть Да Веточки есть Единственное Что мне понадобится Здесь куча Этих Молотков И так далее А я сделаю По другому Раз Мы заговорили Сейчас с вами О металлических Инструментах Давай подише Делаем А то у нас тут Ветер как бы Чувак А у тебя задания Тут же есть Серьезно Могу я помочь Вам что нибудь А ну-ка Давайте посмотрим Какие задания У моих Личных Этих Якобы Рабочих И работников Да Мне бы Пригодилась Ваша помощь Мой дом Требует ремонта Но у меня нет Строительного молотка Могли бы вы Раздобыть мне Один Конечно Я ему дал Ты прикинь Новое задание Ремонт дома Слышь чувак У меня молоток есть погоди так я ему уже сделал этот молоток или или не сделал где я могу найти послужил я ему сделал походу молоток миа медный молоток он хочет я понял доставить ему медный молоток ой ну чё ты чё ты чё ты такой мелочный медный молоток попросил давай подойдете погоди ты подвинься стыж си усун блин место собади миногнив давай вот так вот бронзовые инструменты бронзовое оружие железное медное оружие вот и медные инструменты на тебе медный молоток чё ты веток нужно одна штука и кстати говоря сейчас мы возьмем ветки и ветки возьмем и посмотрим сколько у меня железа в селе есть потому что в шахте-то добывают кстати навоз болен погоди 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 сколько дел я моя где металл я его пропустил семена 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 ржаная чё там пиво навоз мех льняное камень известняк вот железный слиток это а железная руда уйти жимая чё так мало-то это офигеть как мало-то так секундочку я вспомнил сейчас про 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 удобрение одно а нам нужно не удобрение нам нужно навоз срочно прям это много это я я так много не унесу мне кажется 113 унесу да унесу пошел делать удобрение потому что мои люди в этот прошлый день вроде целый день прошел они ничего не успели сделать смотри у нас ветер снаружи смотри как быстро крутится наши вот это гмельница блин я мое это очень походу зависит от ветра от погоды так удобрения давайте мы замутим 125 удобрения вот таким вот образом за 7 секунд делается 125 удобрения и по крайней мере наши люди фермеры смогут пойти нормально и ну хотя бы для половины поля им хватит так заходим сюда сейчас мы все это выложим потому что она как бы не нам нужна этим нашим работникам навоз туда и скидываем и удобрения 125 все по крайней мере они сейчас могут работать теперь мне нужны веточки пару веточки для того чтобы сделать я не знаю там пару инструментов на тебе 74 веток и беру само собой я себе сделаю потому что столько забора делать мне нужна железная руда даже железный слиток возьму я буду себе да пусть будет 9 и я пошел себе делать железный молоток пришло время друзья мои во первых сделать нашему красавчику один медный молоточек отчета для задания посмотри что нам даст такс чувак на пожалуйста спасибо ремонт дома понял да сам короче сделаешь сам сделаешь себе дом починишь хоть у нас есть хижина для починки но человека там нет железное оружие железные инструменты вот разблокируем деньги есть веточки и два железных этих как его мы будем всегда такс первый железный молоток это прям праздник должен быть у нас вот так вот 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 он красавчик молоток остальные инструменты то есть не инструменты вот эти вот оставим здесь потому что но мне когда-нибудь они понадобятся это бревна там туда сюда это все понадобится и да и камень пусть будет здесь известняк стопудов не нужен и иметь сюда все пусть будет там все я возьму сейчас оттуда офигеть скорость возьму себе много палочек освобожу себе известняку их уйди освобожу а чего нас рагу портится не понял а чего нас рагу портится а ну-ка покушать и покушать вот так вот водичка чего нас полная водичка от рагу что ли так с окей и что я хотел я хотел что-то скинуть чтобы больше больше и больше чё-чё-чё-чё я делаю сюда открой чтобы больше палочек хватило мне в имитарь копьё молоток пусть будет но сейчас мне не нужен железный правда возьмут эти дебилы блин мои хорошие инструменты железный топор да не не буду я сюда скидывать прям все прям каменную кирку скину каменные стрелы все скину сделаю потом себе другие хочу с двумя луками хожу медный нож скидываем мешочек пусть стоит чё такое шипова чего шипованная шипованная блин палец а это я якобы вместо этого топора сделал я был все на до 24 килограмм себе скинул этого все тоже скидываем и беру веточек побольше о вообще неплохо мне этих вето хватит для постройки очищу такое что с моим персонажем почему у меня отравление или что-то что это у нас стоит 27 так они были испорченные более но у меня отравление час они были испорченные ты прикинь даже полный интернец они были реально испорченные эти вот блюда вопрос в чем суть железного вот это тоже бредово железного молотка когда у тебя же чего они не летают а когда у тебя и железный топор ты рубишь быстрее на как минимум один удар даже железная меда даже или бронзовый на один удар одно дерево на один удар экономнее по времени это очень много да и плюс к этому железный топор держится дольше не ломается так быстро почему бы здесь не сделать раз человек уже дошел до таких высот скажем что как бы якобы делает себе уже железные инструменты почему бы не сделать так чтобы не то что он просто как бы дольше состояние держит и не ломается а почему не добавить того момента чтобы типа за один удар ты забиваешь там не одну ветку а три ветки ты видишь да у нас у меня тут 12 веток на каждую секцию и я одним ударом якобы забиваю по одной ветке нельзя было сделать с одного удара железного топора замутить по три ветки сразу тут был бы смысл еще такой нехилый смысл а то 500 веток это же блин до два дня мне тут работать надо еще один нюанс раз у нас есть хижина ремонтника можно же было замутить якобы если он будет ремонтировать эти вот дома можно же ему как бы дать зону работы вот поставлена задача забор и чтобы он взял и этот забор построил или дом ты допустим как бы дом схему поставил дома да вот типа как наша таверна и даешь работнику все делай работой два дня потребуется на это будешь два дня работать ресурсы берешь якобы из этого из хранилища и делаешь но разработчики ну это вообще легче простого вы столько во всего здесь намутили наворотили вот эти вот вещи которых я блин сейчас говорил не знаю но это 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 очень просто наверно сделать скорее всего я тут как бы не программист но думаю что эти вот две функции которых я говорил это не ракету космос запустить а намного проще а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не поверишь, мне хватило целый молоток для этого. Смотри, он у меня уже почти сломался. Вот с правой стороны, снизу вы видите строительство и молоток нарисован. Плюс к этому шкала. А осталась, я не знаю, там пятая часть. Какая пятая часть, блин? Там осталось примерно 5% с этого или 10% с этого молотка, блин. И мне крупно повезло, потому что деревянных молотков мне нужно будет здесь... Нужно было бы намного больше. И как я вам уже и говорил, на это ушло весь день. 19 часов 36 минут. Наши люди здесь уже как бы отдыхают. Они то есть отдыхали, а я уже что делал? А я уже, блин, а я делал работу. Весь день. Да, что мы делаем? А сейчас мы делаем, опять же, следующее. Идем домой. А что домой? Домой, туда далеко ходить. Здесь жена пусть поспит там одна. Я тут присоединюсь к кому-то другому. Есть кто-то? А тут никого нет. А он все-таки... Не, это чужой мужик. Мы к нему не пойдем. Давай, короче, здесь поспим. Была бы там жизнь... Да? Мы вместе спали на одной такой маленькой кровати. Нормально, блин. Че, пойдет, короче. Теперь следующий день. Третий день зимы. Чисто ради интереса, мне полностью... Не полностью, а просто интересно, что успели наши люди сделать на этих полях. Так, первое поле это вот это. Второе поле это посажено. Там посажено. Это маленькое поле. Вот на этом вот поле, на четвертом поле. Ага, уже половина с морковкой здесь уже у нас удобрено. А вот здесь пока что только обрабатывают землю. Я понял. Теперь смотрим, если есть удобрения или им все же нужно еще немножечко помочь. Корм. Сейчас, секундочку. Навоз 2000. Блин, сколько же там срут наши животные. Ё-моё. Раньше у меня с этим проблемой были 62 штуки. Короче, давайте я им помогу, а то с то чем-то они уже потратили. Беру, значит, немножечко навоза. Вот, блин, это не немножко, это много. Палочки все сейчас скину сюда, чтобы у меня была нормальная была скорость. Сейчас сделаю. Блин, красиво. Красиво и, я не знаю, там симметрично вроде бы более-менее, да? По дороге, по параллельно дороге идет все это дело. И это мне нравится. 127 штук мы сейчас с вами крафтим. И пронесем все в ящик. Что-то гуляю туда-сюда. Интересно, интересно. И было бы еще интереснее, если бы разработчики замутили им какой-то там говор. В Sims же как-то они разговаривают. Я не знаю, как сделали разговор в Sims. Знаете игру Sims. Я как бы на канале ее не снимал. Но игра очень прикольная. Мне она нравится вроде бы. Как-то не знаю, как вы будете ее как бы реагировать на такую игру, если она появится у нас на канале. Но игрулька мне, по идее, нравится. Ну и нравилась как минимум. Давайте тропу я замучу. Чтобы она ровненько сюда стыковалась. Вот так вот. Факел этот придется уже поменять. Мне не нравится его местоположение. Могу ли я его? Не могу. Вообще не могу. Вот так. Убрать улучшение. Улучшить ремонт строительством. К сожалению. Дорогие вещи. Факела, по идее. Я ей охренать, блин. И убираю его. Это больно это делать. И эту тропу я уже не один раз говорил, что мне нужно ее сделать пошире. Это слишком узенькая тропа. Она прям под забором уходит, да? Это мне не нравится. Выходим в самую ближнюю точку. Вот она. Серьезно? Да, это ближайшая точка. Ближайшая. И сюда тоже нам нужна ближайшая точка. Вот она. Уходим вправо. Мне нужен угол просто. А, вот он. Серьезно? Что-то не то, короче. Погоди. Что ты драться... Это, собираешься. С кем ты драться собираешься? Так, погоди. Здесь что-то у нас какая-то нестоковочка. Ну, ага. Я понял. И пошел расширять тропу. Что это как-то она у нас... Что такое? Короче, хреново расширяется. Не оттуда будем расширять. Будем расширять, значит, отсюда. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Находим. Находим точку. Вроде нормально. Да, короче. А отсюда пойдет? Вправо нельзя. Ну, я... А что мешает? Кстати, строительная площадка. В чем проблема? А, пересечение с другой. Я понял. Пересечение с этой тропой. Понятно. Сейчас понятнее стало. Ну и... Вот. Странно. Такое ощущение, что отсюда тропа убралась. Короче. Этим нужно заниматься, походу, друзья мои. Давайте мы это ставим. Заниматься. У меня тропа здесь была, по идее. Когда не зима. А то я здесь нихрена не понимаю. Если что, мы их полностью уберем. И сделаем заново. Нужно там весной, короче, смотреть. Что да как. И что-то там мутить, крутить. Такс. Звеном и так далее нам еще рано. Потому что нас ничего еще не выросло. Эти вот деревья еще урожая не дают. Соответственно, на пресс мы ставить здесь ничего не можем. Вины и бутылки, скорее всего, и так далее. Опля. Да, ягода. Да, это все у нас растет как бы сейчас, да? А-а-а. Ягодный сок. А вино сделается из якобы этого, этого, этой ягоды? Ягод... Да. Ягодное вино. Вино. А у нас ягодки кто-то собирает, мне интересно? Надо, давайте глянем. Мне кажется, что нет, по идее. Мне кажется, что такой функции как бы нет, что собирать ягоды. Нет такого здесь. И не здесь, и в кухне там у нас тоже нифига такого нет. Так-с. Ой. Что? О, декор. Раз мы здесь декором будем заниматься. Я вам обещал, давно уже обещал, уже две серии назад обещал, что возьму молоток, подойду к стене и нажму на Е, елки-палки. А-а, текущее украшение чего? А, вот. Вот оно, друзья мои, разработчики. Вспомнил, знаешь, почему вспомнил? Потому что вспомнил, что мы здесь будем украшать эту территорию. И вспомнил, что разработчик добавил в обновлении, добавил вот такую вот функцию как бы. Мы можем эти вот стеночки сделать по своему, я не знаю, там, желанию, вкусу и так далее. Правда, она будет гореть? Тысяча монет стоит? Вы чё, блин? Я понимаю, что я как бы богатый чел здесь. Но всё же, пусть будет. Прям беру, потому что хочу глянуть... А, постой. Хочу глянуть... Железный слиток, две штуки. А ну, секундочку. А чё мы туда идём? У нас и там есть. Возьму... Блин. Железо у нас здесь. Иди сюда. Я свечку эту поставлю себе, понимаешь? Просто себе. Потому что железо тратить просто так я не буду. То есть я если поставлю, поставлю только себе в дом. Вот туда вот. Деревья прикольно. Они растут. Скорее всего, осень... Весна когда будет, они будут ещё выше. Или уже как бы будут готовые. Жена, ё-моё, короче. Я дома, иди сюда, короче. Смотри, у меня есть... Блин, столько окон, охренеть. Свеча, 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 свеча. Я понимаю, что это как бы тоже как бы горит. Требуется факел. Блин, ну... Я не знаю. Пусть будет здесь. Хотя здесь полка нужна, блин. Ё-моё. Какая свеча. И только в одном месте. То есть в привязанное место. А здесь я смогу? Вот тут у нас окно. Серьёзно, могу даже... Закрыть могу? Ух ты. Тысяча. Блин. Разные деревянные ставни. Укреплённые деревянные ставни. Секунду. Неплохо, вообще неплохо. Доски и брёвна. Стоят, правда, дофига денег. Этот вариант уже выбран. Это какой ещё вариант выбран? А можно я вот так вот встану? Чтобы я видел, что мы тут мутим. Стена. Ага. Ага. Даже так. Даже шторки даже можно. Смотри. И тут эти ставни есть такие вот. Якобы с рисунками, с дырочками. Вообще без ничего. Деревянные ставни. Разные. А, резные и укреплённые. Я понял. С окнами я понял. А дверь можно? Чё-то тут дверь украсить. Украсить. А ну-ка, погоди. Да, я подальше отойду, чтобы я видел всю картину. Вот так вот. Дверь. Да, ну ёлки-палки. Вот тут я понимаю. Всем можно сделать. Короче, кастомный домик. Прямо. Укреплённая деревянная дверь. Не знаю для чего. Потому что здесь... Серьёзно, можно убрать дверь? Я убрал дверь. Ага, нормально. У нас зима, блин. А я обратно поставлю? Дверь. А хрена поставишь без досок, блин. Тащи твои жмеди, а? Резная. Дощатая. И укреплённая. Короче, я вам показал, что это всё есть. И этими делами мы займёмся в следующей серии. Потому что, ну, это как бы много. Я хочу всё же поставить... Да пусть будет свеча, короче, здесь. Давайте, раз мы её как бы замутили. И можно ли её поджечь? Только не говори мне, что это... Это чисто... Это чисто декор. Блин. Тут можно факелом поджечь. А здесь? Блин, ну хреново. Хреново. Вообще есть. Не очень-то хорошо. Чё-то нужно было. Ну, возьми молоточек. Молоточек возьми. И мне нужно закрыть. Это ненормально так оставить. Ты чё, блин? Доски. Три доски. Три доски. Короче, чё возьмём? Жена. Я тебе дверь поставлю. Не боись. Всё нормально будет. Погоди, а тут была ещё функция. Стена вот такая вот. То есть и здесь можно поставить? Ну-ка, секундочку, секундочку. Это, наверное, изнутри можно будет, да? Ага. Даже вот так вот. Даже, да. Короче, ночью. Ночью нужно будет проверить. Может быть, всё-таки эта свеча сама по себе загорается, как факела у нас наружу. Это было бы неплохо. Вот тебе дверь. Всё, работает. Зайти, выйти можно. Отлично. Теперь мы идём к нашему бару и смотрим, что, какие там табуретки можно поставить, чтобы его открывать. Потому что он должен работать, когда полностью сооружён, и всё у него там есть, и всё нормально. А ещё человека нужно найти для него. То есть люди мне по-прежнему нужны. Блин, тут много, очень много работы. Табуретки. Смотрим. Мебель и декор. Угу. Столы, сиденья. Не, я сделаю нормальные сиденья. 1500, блин. Деревянная скамейка. Ёлки-палки, блин. 1500. Ну, хрен с тобой. Ого. А, я думал, тут у нас с этими, со спинками. Нет, это у нас чуваки так стоят. Я не вижу. Слишком белое всё. А, это я смотрю на эту скамейку, да? Ага, понял. Допустим, заход или вход здесь. Здесь вход. Откуда мы начнём-то? Ну, наверное, слева, справа будут люди, да? Слева и справа будут люди. Это значит, спиной. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Столы, какие столы у нас тут есть Это цветные горшки и так далее А освещение тоже нужно будет Деревянный стол, деревянный стол В чем разница Бревно доски И бревно, ну, получше нужен, получше 500, короче, берем, деньги-то уходят Бревна нужны, стой, стоять Такое ощущение, что я как бы это все делаю Но такое ощущение, что здесь даже тоже можно поставить костер Где-то вот в этом месте Как там у нас есть Там его убрать, здесь поставить Потому что, ну, почему бы и нет Мы же себе можем это позволить Можем Столы берем, берем самый Ой, какой-то высокий-то На какое расстояние его можно поставить Чтобы человек может, мог там сесть Скорее всего, такое вот расстояние, да? Ни хрена себе расстояние, блин А здесь как? Ну, тут поменьше расстояния будет И вроде нормально все Блин, ну какой-то стол Он такой же или не такой? Не, не такой, здесь другой стол Надо все-таки выучить другой стол И глянуть, как он выглядит Я просто не очень-то в восторге от него Прям совсем не в восторге Так, что у нас по деньгам-то? Ё-моё Ё-моё Деньги так уходят-то, а? Стол, давай тебя тоже изучаем Так, во-первых, нужен этот Нужна табуретка Да ты тут Че ты, че ты нажимаешь? Нужна Табуретка здесь вот такая вот Блин, а тут надо попасть Надо вот с этой стороны А ну-ка Поднимись туда Ну, ровно-неровно уже как будет Вот Отлично Нормально? Нормально Теперь мне нужно Мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно Изучить новый Стол Он изучен Значит, табуретка Нравится ли нам табуретка эта? Или все-таки нужна другая? Мне нравится Другую табуретку даже изучать не буду Потому что это вроде бы как Подходит неплохо С сиденья берем Это у нас просто из бревен Это полная ерунда А вот здесь нужно По Постараться Так, че-то мне не нравится угол Всего этого А, там у нас просто поворотик Я понял А там у нас просто поворотик Тикс Расстояние делаем Примерно вот такое Пройти можно будет? Пройти можно будет? Посмотрим, как это будет смотреться И на этом закончим Так, столы Деревянный стол Обыкновенный Но они тут все такие высокие походу Делаем по-фаншуйному Ага, его нужно правее, да? Блин Близко было, да? Или как? Серьезно? То есть слишком близко к этому К стулу? Давай влево Охренеть, это Ну то же самое По расстоянию то же самое А че за стол мы ставим здесь? Вот это стол Какой И В этом В помещении у нас стоит А этот Не, а этот круче Пусть стоит как бы Но этот вроде круче Мне нравится больше Зря мы его изучили Второй столик Так, сидение Берем вот это Опять же сюда Вот так вот прицеливаемся Давай, давай, давай Отлично Друзья мои Вы поняли, как это работает Пока что мы на этом Как бы закончим Давайте я уберу молоточек Присяду сюда Да нормально, нормально Я думал Слишком большое расстояние будет А нет, нормально Можно даже покушать Будучи, короче Сидя, то есть На вот так вот Скажем Табуретке Че я сделал? И воду выпил Отлично Короче Друзья Если вам все понравилось Не забудьте поставить Пальчики вверх У нас Ирика Получилась очень длинная Мне лично Нравится прям Жесть Как круто у нас тут Все разместилось Тропиночка есть Заборчики есть Подход есть Весна придет Мы сделаем дорогу Нормальную И Если я не ошибаюсь С этой стороны Не знаю Нужно ли закрывать Вот такими вот Заборами Это нужно еще понять Как бы, да Пишите в комментарии Нужно ли Дай выйду А, вот для чего Расстояние нужно Я понял Закрывать Заборами Которые Якобы Ну здоровенные Прям Вот типа такими А че интереснее Бревенчатый Забор Или Чистокол 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 Это реально Колья Которые стоят Прям такие Бревна Короче Учуя это Учуя это Тут денег не хватает Окей Ага Ну его надо построить Понял А че построить Погоди Я сейчас Замучу Кто там у нас Ага Вот так Тут дорога Якобы Здесь Допустим Вот такую штуку Поставить Берем молоток И смотрим на высоту Вот такая вот высота будет Или Здесь же якобы Бар Этого заборчика Хватит Он низенький И Ты видишь реку Ты видишь эту всю красоту Как бы Потому что тебе не закрывает Такая вот деревянная хрень Весь обзор Мне кажется Такой забор Мы здесь ставить Сто процентов Не будем Где-то мы его Может быть и поставим Но у бара Скорее всего Вряд ли Но вы пишите свое мнение А на этом мы с вами прощаемся Друзья мои С вами был Кентавр Это была игра Не Мистер Валл А Медиалл Дайнасти Много о чем мы тут сделали Поработали По это вот Пообщались И все у нас Очень хорошо Не забудьте подписаться На все наши Дополнительные ссылки Которые появились Под видосом В комментарии Там Как его В описании Под видео Потому что есть там Телеграм Есть Дискорд Есть ВК Есть Яндекс Дзен Это Альтернативная Платформа Для видосов Если вдруг Закроются К сожалению Может быть Очень возможно Ютуб на территории России Так что Яндекс Дзен Это прям Мастхэв Друзья мои Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok